Меня попросили поделиться опытом, который у нас с 2006 года, планирование и проведение стратегического планирования. Сначала я в целом объясню, для чего это нужно и каким образом мы подходим к этому планированию. Для начала надо ответить себе, нужно ли вам это и каких целей вы ставите для себя в рамках проведения стратегического планирования. Есть мероприятия, которые нужно провести внутри предприятия, есть мероприятия, которые мы будем проводить уже на рынке или работая с рынком. Для создания плана развития компании мы ежегодно делаем это на три года. Десять шагов. Тем, кому хватит терпения, хотел бы, чтобы хватило терпения, потому что это должно быть интересно и важно для развития ваших компаний. Мы делаем десять шагов. Десять, значит, составляем таблиц, которые сначала кажутся разорванными и некой мозаикой. Непонятно, зачем мы это делаем, почему именно это делаем, но в конце нашей встречи все это мозаик собирается в общую картину. Для нас с вами, для руководителей, важно не только получить плановые какие-то показатели, еще, может быть, важнее, но, во всяком случае, не менее важно, чтобы вся ваша команда, все ваши ближайшие люди, на которых вы надеетесь, думали с вами одинаково и шли к общим целям, к единым целям, одинаковыми шагами, понимая, зачем мы предпринимаем те или иные усилия. На стратегическое планирование, как правило, приглашаются самые сильные руководители и те звездочки, на которые вы хотите надеяться, ставите ставку, может быть, новые ваши сотрудники, на которых вы в дальнейшем готовы поставить какую-то ставку, рассчитываете на рост внутри компании этих людей. Создавляются команды, их, как правило, ну, несколько команд, каждая команда, может быть, одна, конечно, команда, но она должна быть очень всесторонняя, со всеми необходимыми компетенциями, как-то бухгалтерия, кадры, менеджеры, ваши производственные или научные сотрудники, смотря каким видом деятельности вы занимаетесь. Итак, давайте посмотрим. Я уже проговорил, да и представили меня, что мы работаем вообще-то уже 28-й год на рынке, и, наверное, даже наверняка, если мы не занимались стратегическими планированиями, так долго мы наверняка не протянули. Стратегическое планирование, наверняка вы эту картинку знаете, оно позволяет под развитие бизнеса подставлять некоторые, так сказать, костыли, взрывные какие-то технологии, решения, которые помогают поддерживать развитие компании. Если не подставлять интересные новые стратегии, то рано или поздно развитие компании сваливается. Любая бизнес-идея имеет какое-то время жизни, а затем вы эту идею можете списать, если эту идею не давать ей развития. Стратегическое вот эти планирование, позиционирование делается на рынках, во-первых, разделяется по рынкам, это может быть, например, Пермь, 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 Селькрая, Российская Федерация, как вариант, по продуктам и по уровням, по приоритетам. Упрощенно я хочу пояснить, что вот первый уровень, то, чем занимаются первые лица каждый день, второй уровень, то, чем занимаются первые лица, например, еженедельно в плановом режиме, но ежедневно занимаются уже ваши подчиненные. Третий уровень – это то, чем мы занимаемся, если у нас высвободились свободные ресурсы, свободные люди, закончился какой-то очень важный, интересный проект, вы не хотите талантливых людей избавляться от них, хотите сохранить их для компании. И вот третий уровень – это то, что мы поддерживаем, может быть, какие-то технологии, решения опережают рынок, опережают свое время, может быть, это время придет через 2, 3, 5, 10 лет, это тоже так бывает. И вы сохраняете это решение, этот позиции, продукт, вы просто поддерживаете его на каком-то необходимом минимальном уровне. И теперь пойдемте по таблицам. Первая таблица веселая, мы ее называем бредовой идеей. Наши группы, как правило, это у нашей компании 4, 5 групп, разбившись на эти группы, начинают искрить и выдумывать разные продукты, которыми можно заняться в следующий год. Это может быть форелевое хозяйство, обувные магазины, для каждого свои идеи. А это и старые идеи, которые у вас уже работают, и может быть новые. Время на отработку этой таблицы дается не более 20-25 минут, потом все собираемся, рассказываем, доказываем друг другу, голосуем просто, какие продукты оставляем, какие нет. А дальше идет простой и быстрый просчет, что остается для дальнейшего внимательного изучения. Табличка следующая, для очень быстрой оценки бизнес-идей. Здесь уже все расчеты есть. Я надеюсь, что вы эту табличку возьмете для работы. Она простая, как и все, что я буду показывать. Это все достаточно просто, оно у нас надергано из разных методичек. Но для себя мы из разных методичек создали свою сборную солянку, которая нас уже 14-15 лет вполне устраивает. Для образца возьмем чистую табличку. Это у нас действующий продукт, который мы рассчитали. В итоге по этой табличке получается бальная система. В данном случае 329 и того баллов. Те продукты, которые, причем считается быстро, на каждую табличку надо выделять 5-6 минут, максимум 10. И в течение часа у вас 6 бизнес-идей, 2 общитаны. А если это делают разные ваши группы, то каждая группа обсчитывает не менее 4 бизнес-идей. В течение часа у вас до 20 бизнес-идей рассчитаны. Дальше вы, рассчитывая по баллам и по своим возможностям, финансовым и ресурсам человеческого фактора в том числе, оставляете у себя те идеи, на которых у вас хватит сил, которые у вас по балльной системе победят. В этом случае создается продуктовая стратегия, где мы указываем традиционные продукты и новые продукты, и приоритеты 1, 2, 3 на трехлетку. Все, в общем-то, достаточно несложно. Вот таким образом мы создаем продуктовую стратегию. Чуть-чуть отвлекусь. Если будут вопросы, буду в конце готов на них, на большинство и на все ответить. Но хотелось бы сначала проговорить последовательно. Тут довольно сложная такая тема. Если сейчас начать отвечать на вопросы, боюсь, собьюсь и уже не так внятно, и последовательно донесу материал. Поэтому попрошу время сейчас объясню до конца, и дальше буду готов, если будут вопросы, на них ответить. Следующее, что нам нужно рассчитать, очень важное, тут неважного нет ничего. Все, что было неважным, мы отмели давно, в каждой табличке для нашей компании чрезвычайно важно. Вот расчет потребительских ценностей каждого продукта. Обычно, ну вот смотрите, сегмент. Ну, условно говоря, пусть это будет там вот обувной магазин. Мы хотим торговать обувью. Мы сначала создаем сегменты. Это может быть эконом-класс, это может быть бизнес-класс обуви, элит-класс, наверное. Ну, я не специалист, пусть не обижаются меня специалисты. Детская обувь, женская обувь, мужская, зимняя, летняя. То есть вот мы по сегментам это развиваем. И всегда помним, что на любом сегменте 20% участников любого сегмента рынка создают 80% прибыли этого сегмента. И надо понимать, мы хотим работать на 20% с 80% прибыли, или мы работаем с остальными 80% рынка, имея 20% от прибыли этого же сегмента рынка. Вот заносим сегменты, которые нам интересны под каждый продукт. И по потребительской ценности, здесь вот по вертикали, мы обычно до 10, на 10 стараемся потребительские ценности, так легче их подсчитывать, выносим все потребительские ценности конкретного каждого продукта. Конечно, это цена, всегда бывает. Это близость к потребителю, это удобство расположения, наверное, для обувного магазина. Что там еще? Ну, элитность, бренд, наверное, и так далее. Вот раскладываете все, что считаете важным по потребительской ценности, и здесь ставим оценочки. Для каждой семены, например, детская обувь, для детской обуви цена, насколько она важна. Начинали мы с пятибалльной системы оценки, где средняя оценка 3. Это все знают, это в целом рынок требует, это всем известно. Так, вот средненькую оценочку такую ставим. Пятерка, здесь по пятибалльной шкале, например, максимальная оценка, это значит, дай вот именно эту потребительскую ценность, и вот этот сегмент, этот потребитель будет твой. То есть пятерка, это вот максимум, все, вот я хочу это, если я это нашел, я это купил. Сначала мы начинали с пятибалльной системы, постепенно стали понимать, что нам пятибалльной системы не хватает, сейчас мы работаем по десятибалльной шкале, то же самое, 5 баллов у нас, это все знают, это среднее требование рынка, это общезначимо, вот. А единицы, например, у нас, ну, да никому это не надо. Да вообще, даже не говорите мне об этом, что какую-то чушь несете, это нам абсолютно мимо. Вот. В таким случаем в конце у нас получается по каждому сегменту цена требований, то есть насколько выше результат, настолько более предвзято относится, разобрался наш клиент вот именно в этом продукте, и чем выше цена, тем легче нам добиться взаимопонимания с этим потребителем. Конечно, он очень требовательный, этот клиент, но с ним легче работать, если мы с вами попадаем в потребительские ценности. Поверьте, по горизонтали, итого баллы, мы их переводим в проценты. Тоже общее требование этой таблички. Нам с вами надо выбрать 2-3 главных показателя, главные потребительские ценности, 2-3, не больше. То есть из 100% идеально иметь 30% потребительских ценностей, на которые мы будем работать в рекламе и маркетинге. То есть куда тратить деньги, это вот ответ мы находим вот в этой табличке. Невозможно завоевать все 100% потребительских ценностей. Это бесполезная трата времени денег. И денег вам никогда не хватит таких, чтобы захватить себе потребительские ценности. Поэтому работаем на 2, максимум 3 потребительские ценности, но надо их выбрать, надо в них вкладываться, не только с точки зрения рекламы, но мы действительно должны с вами соответствовать именно этим потребительским ценностям. Рынок за 4-5-6 месяцев, ваша реклама все равно разберется, соответствует ли вы или нет этим потребительским ценностям, дальше вы рынок только потеряете. Важная, интересная вот такая табличка. После нее мы переходим к следующей табличке, так называемой реконструирование выгоды. То есть это, в общем-то, научное выжимание прибыли из нашей с вами коммерческой деятельности. Вот мы слева видим потребительские ценности, а справа себестоимость, что стоит нам таяльная потребительская ценность. Бывает, и, конечно же, мы с вами составляем эту табличку сначала слева-вправо из долей потребительской ценности, а потом высчитываем от себестоимости услуги, сколько денег стоит таяльная потребительская ценность. Может, получиться так, что потребительская ценность, условно говоря, там 20% чего-нибудь, а мы в нее вкладываем с вами 80% денег. И вот эта несогласованность потребительской ценности и себестоимости, мы ее ищем и начинаем выяснять, куда мы должны вкладывать деньги, а где надо экономить. Или наоборот, бывает, что потребительская ценность очень высокая, а мы вкладываем ничтожно мало, мы можем вложить чуть больше и получить, конечно, отклик рынка, отклик потребителя, но наши усилия гораздо больше. Следующая закажущейся простотой очень сложная головоломка. Вот этот треугольник, он часто нас ломает и заставляет вернуться в начало стратегического планирования. Мы к этому, может быть, вернемся и потом еще, еще, еще раз. Вот этот треугольник надо выбирать один угол из трех. И в этом самая главная сложность этого треугольника. Ну, это стратегический выбор, и он принципиален для дальнейшего развития каждого продукта. Это для каждого продукта, не для предприятия, для каждого продукта мы сейчас говорим именно о стратегии развития каждого продукта. Чем они отличаются? Качество, понятно, это дорого для клиента, и это максимальное вложение денег в обучение персонала, в ваши товарные возможности и так далее, и так далее, и так далее. Вы должны клиенту показать блестящее качество, но и цена, безусловно, на рынке должна быть на 20-30% дороже, чем средний рынок. Я в своей компании говорю всегда, что хороший руководитель должен гордиться наценкой. Если мы очень хорошо создали свое предприятие, создали продукт, который рынок оценивает выше, чем другой, любого нашего конкурента, и готов рынок, готов наш потребитель платить нам на рубль больше, вот я лично, как первый руководитель, именно этот рубль и стою. Продать по среднерыночной цене все, что угодно, это не искусство. А вот выстроить компанию, чтобы она работала блестяще, максимально хорошо, соответствовала всем требованиям, и продать чуть дороже. Вот в этом чуть и есть качество, и есть заслуга руководства. То есть первое – это качество, второе – это удобство. Это близко к клиенту, это рядом с ним всегда. Это вот из этой истории. Экономия – это когда мы с вами то же самое демпинг практически делаем, не обязательно, конечно, демпинг, когда мы делаем дешево, но огромное количество услуг, и на огромное количество сделанных услуг все равно имеем свою дельту, свою прибыль в рублевом эквиваленте. Может быть, в проценте, в марже, в прибыли, в проценте мы имеем там 2-3%, но за счет объема огромного и хорошо выстроенного бизнеса в целом денег мы получаем, может быть, и столько же, сколько и в качестве, и в удобстве. Наша с вами задача – выбрать один угол. От этого будут плясать все наши усилия по развитию конкретного продукта, и ошибиться здесь – это значит потерять год. С вашего позволения, перейду дальше. Время поджимает. Дальше у нас в компании заполняется свод-анализ, и должен тут сделать маленькую ссылочку. Сначала про анализ. Мы делаем анализ сильных и слабых сторон, как нашей организации, так и внешнего окружения. Внешнее окружение – это сильные стороны и угрозы. Внутри компании – это тоже сильные стороны и слабые стороны. Тут все, наверное, достаточно для вас просто. Внутри компании во всяком случае просто, а вот внешнее окружение – это, конечно же, действия нашего государства, правительства. Что у нас происходит в первом центре края – это внешнее. То, на что мы можем исправлять, очень сложно. Я покажу примеры нашей услуги, нашего охранного сообщества. Что мы и делаем с внешним окружением – это в самом конце. Там два слайдика. Покажу просто для примера. Может быть, вас наш опыт чем-то заинтересует. Причем он наверняка может быть применен не только в нашей отрасли, но и в других. Это чуть позже. По этой картинке, наверное, по этой схеме, наверное, все понятно. Вряд ли здесь будут у вас какие-то серьезные вопросы. А вот эта очень веселая, очень интересная, очень простая, но дающая огромный просто сразу выводы материал. В общем, взрыв мозга, что называется. Самая верхняя немножко. Вот смотрите, у нас вот тут низкая, высокая, средняя. Немножко съехало. Вот должна быть высокая, средняя, низкая. Тут вот у нас путаница получилась. То есть справа налево силы ресурсов и компетенции предприятий. Чем выше, тем выше результат. Слева вверх вот это вот мы видим привлекательность рынка. Берем любой продукт, берем любой рынок и сраним сами себя. Значит, ну вот тоже обувной магазин. Привлекательность рынка. Тот, кто с рынком знаком, им проще принимать решения. Те, кто не знаком, берет информацию из интернета и от своих друзей, товарищей и сравнивает, сколько нам может этот рынок, насколько он привлекательен. Средняя привлекательность, высокая привлекательность. Ну, это, конечно, исходя из того, что можно там заработать. И силы ресурсов. Если мы только начинаем, понятно, еще пока низкая. Если мы уже имеем какую-то квалификацию, компетенции и средства, значит, средняя. Ну, и если мы уже на рынке многого добились, у нас есть инвестиции, деньги и запасы, и опыт позитивный, конечно, тут вот высокая, значит, силы ресурсов, компетенции компании. Так вот, X и Y сравниваем, привлекательность рынка и силы ресурсов, и у нас получается сразу решение для конкретной стратегии. Посмотрите на свои сегменты, посмотрите на свой продукт. Вот в эту табличку сразу прям мысленно наверняка каждый из вас уже нырнул. И, наверное, те, кто не знаком с этой табличкой, уже наверняка что-то для себя новое подчеркнул. Следующая табличка, которую мы заполняем, ну, мы начинаем разбираться с конкурентами. И то, что нам надо сделать на рынке, чтобы успешно конкурировать. Понятно, что мы заполняем про историю про главных конкурентов и основные. Главные – это вот один-два, ну, три редко. Это главные конкуренты. Основные конкуренты, может быть, значительно больше. Но в дальнейшем, когда вы таблички заполните, многие основные конкуренты по позициям, которые тут перечислены, просто совпадут, и вам их просто нужно будет потом объединить и в выводах сделать общие выводы на эти предприятия, эти истории. Следующее, мы снова говорим про конкурентов, и точнее уже про конкуренцию в отрасли. Вот пять конкурентных сил, которые имеются в каждой отрасли. Мы также заполняем низкое, среднее, высокое. В каждой квадрате вот угроза появления новых конкурентов. Среднее, высокое, низкое. Рыночная сила поставщиков. Среднее, высокое, низкое. И так далее. Соперничество существующих конкурентов. Все это, вот мы всего лишь ставили по одному слову, пять слов, но все это потом в выводах будет отражено в едином стиле, и сразу многое станет понятно. А вот это уже план работы по продукту. Видите, мы уже незаметно пробежались по всем десяти позициям. И вот по этому плану, конечно, план может быть расширяться. Это основное то, что мы обязаны с вами обязательно написать, если мы торопимся, если мы не сильно торопимся, мы можем, значит, конечно же, эту историю расширить. Но для памяти, для легкости заполнения, вот вам, значит, история, которую надо заполнить. Есть, конечно, еще, кроме свод-анализа, СНВ-анализ, мы его в первое время делали, но сложная эта работа. Сложная по времени. Она сама кропотливая и долгая. И мы, в конце концов, вот этот СНВ-анализ делать перестали. Дальше мы делаем, да, десяток как раз финансовое планирование на следующий год. Это, конечно, к стратегии обязательно прикладывается и учитывается в работе следующий год. И то, что я хотел проговорить по внешним рынкам, то есть есть то, что мы делаем внутри предприятий, то, что у нас происходит с рынком. Внешние угрозы, так называемые, вот по нашей охранной деятельности мы вынуждены были аж с 98-го года создали объединение, значит, общественную организацию КЦ РОС. Она всероссийская. От нее уже в 2000-м году мы получили множественные советы, совещания, начиная с Госдумы, ФАС и так далее, и так далее. У нас в разное время работало в больших таких крупных правительственных учреждениях от 7 до 15 различных экспертных сообществ. И сейчас мы также продолжаем работать. В 2014 году мы создали объединение работодателей, на сегодня КЦ РОС это объединение работодателей, объединение сильнейших собственников, это около 120-130 собственников охранных предприятий со всей стороны. Практически мы законодатели мод на охранном рынке, наверное, в какой-то плане. А вот объединение работодателей это инструмент, который имеет полное право согласно закону, влияет на создание законов и климата на нашем рынке. мы это создавали сначала благодаря объединению некоторых здоровых охранных предприятий, как внутри первого края, так и в Российской Федерации. Благодаря чему создан на сегодня национальный стандарт, Росстандарт принял национальный стандарт охранной деятельности в октябре прошлого года и сейчас этот национальный стандарт начинает работать. Писали мы его сами, продавливали, доказывали всем, что он нужен, вот именно в этом виде тоже мы сами, и сегодня мы уже сами на своем рынке потихоньку для себя же некоторый порядок для себя наводим. В нашем рынке, особенно, как и на всех других, наверное, самая страшная угроза это демпинг на сегодня. При Пенсовом крае создана комиссия качества при Росгвардии, который ежеквартально как минимум раз в полгода собирается и рассматривает результаты нашей работы. Вот в этой части рекомендовал бы всем рынкам, у кого такого опыта пока нет, объединяться именно с здоровым предприятием под ассоциациями, профессиональными ассоциациями работодателей. Ассоциации работодателей имеют некоторые права, оговоренные законом, и эти права нужно использовать. Я, пожалуй, вот все, что хотел сказать, старался уложить сюда, сновь надеюсь, уложился. Если вопросы есть, готов на них отвечать. Обещали, что ведущий мне поможет выделить сейчас вопросы. Так, меня слышно? Все хорошо. Да, Андрей, спасибо большое. Вопросы имеются. Итак, где вы берете среднюю информацию по рынку? Вопрос такой. В первую очередь мы пользуемся официальными каналами. Например, самый простой это ЗВИС тоже самое. Второй это объединение работодателей вправе обращаться в любые государственные структуры. Это делаем, как правило, через Москву, потому что нам нужны данные по всему рынку, не только перед территорией, а именно взвешенные данные по всему рынку. И третье у нас же идут торги, торги все открытые, мы сами в них участвуем, и по торгам, конечно же, очень много информации получаем. Хорошо. Так, слушательница задает вопрос, что частая ошибка начинающих считает, что конкурентами тех, кто конкурентами собственно не является. Как вы думаете, сильно ли подобная ошибка может повлиять на стратегический план, и какие будут последствия? Это зависит от выборки. Чем шире вы делаете выборку конкурентов, там есть основные, я показывал, и главные конкуренты. В главных не ошибиться, важно выбрать самых тяжелых, самых сильных конкурентов, не больше трех, два, три. В основные включаете, если силы у вас есть, просто силы ограничены, поверьте мне, когда вы начнете над этим работать, каждая табличка у вас съест огромное количество времени. Сейчас я пробежал с ознакомлением быстро, а реально это будет намного сложнее. Поэтому у вас сил просто не хватит, о цене всех, надо выбрать те, кто на ваш взгляд важен. И если вы в ком-то ошибетесь, главное, что у вас будет с чем сравнить с другими, так что одиночные ошибки не страшны абсолютно, не переживайте. И вот вы говорили про 10 шагов, можно ли как-то вот этот алгоритм по 10 шагов сократить, если, допустим, маленькая компания и настолько глубоко не планирует все менять настолько быстро. Да, если планировать, вот из этого плана еще затем следует изменение структуры предприятия частенько. Многие начинают планировать, как мы вот в 4-5 году начинали планировать, потому что мы столкнулись, что линейная модель управления в одних руках все, слишком много нагрузки, просто не справлялось предприятие, стало тормозить в развитии. Мы были вынуждены пройти через планирование и спланировать уже линейную, не линейную, а дивизиональную продуктовую модель управления. Это, конечно, около 50 человек инженерного и руководящего персонала. Это сложно, это надо действительно иметь персонал и компания большую. Для небольших компаний я бы рекомендовал обязательно потребительские ценности ваших продуктов взвесить и, наверное, оценить вот этот треугольник, чтобы понять через качество или через другие позиции вы будете продвигать свой продукт. Вот эти хотя бы две таблички, они чрезвычайно важны и вам наверняка помогут. Хорошо, спасибо большое. Друзья, напомню, это был Андрей Козеев, генеральный директор группы компании Цербер, председатель Совета Координационного Центра руководителей охранных структур Пермского края.